МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нашим телезрителям, сколько у нас произошло пожаров и какая их главная причина? На сегодняшний день на территории субъекта уже зарегистрировано 264 пожара. В прошлом году этот показатель составляет 272 пожара. Это снижение на 3%. Но вместе с тем при пожарах погибло 22 человека. В прошлом году эта цифра составляет 16. То есть на 6 случаев погибших у нас увеличение. За последнюю неделю только произошло 36 пожаров, при которых погибло 3 человека. Показатели, можно сказать, не очень хорошие. Поэтому мы собрались в студии для того, чтобы очередной раз я напомнил, мы с вами обсудили те требования и правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать для того, чтобы не стать жертвой пожара и обеспечить безопасность своей семьи, своего жилого дома. Основными причинами по-прежнему остается человеческая халатность, неосторожное обращение с огнем, при курении. Это усугубляет это все состояние алкогольного опьянения. Также частые случаи пожара по причинам неисправности литропытовых приборов, которые оставляются без присмотра и в результате которых происходит короткое замыкание, дальнейшим горением. Социальный портрет погибших из года в год остается, в принципе, одним и тем же. Лица среднего и пожилого возраста, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому основной убор профилактики мы делаем на эту категорию граждан. В своей работе ориентируемся на этот социальный слой. А как проходит профилактика стекла? Профилактические мероприятия проводятся сотрудниками главного управления совместно с органами местного управления, полицией, работниками жилищно-коммунального хозяйства. Мы стараемся увлекать в эту сферу все заинтересованные организации, ведомства, которые в той или иной степени соприкасаются в своей работе с гражданами. В том числе даже и многофункциональные центры задействуем в рамках раздачи населению, которое посещает эти многофункциональные центры, листовок и памяток о мерах пожарной безопасности. То есть лишний раз напомнить о том, как себя вести надо в той или иной жизненной ситуации. Работа эта ежегодная, круглогодичная. И, допустим, за 2023 год сотрудниками совместно с ведомствами и организациями, которые я перечислил, проведено более 22 тысяч подворовых обходов граждан, в том числе 5000 семей, которые находятся в зоне риска, так называемая группа риска. Это и пенсионеры, и одинокие престарелые, и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении. То есть все стараемся охватить полный спектр семей, которые в той или иной степени находятся в определенном риске. Ну, опять же, не забываем и про простых граждан, те, которые у нас обычные люди, работающие, живущие в нормальном русле. Пожар ведь еще и по неосторожности может случиться. Конечно, да. В любом случае никто не застрахован от того, что кто-то пришел. Вот я, пример, приведу пожар с гибелью человека в Уническом районе. Буквально это было 3 марта этого года, буквально на днях. Человек просто пришел после работы и включил этическую плитку, поставил кастрюлю, что-то поставил варить на нее, пошел заниматься своими делами, где-то присел, прилег, заснул. И в конечном итоге сам он не пострадал, то есть ни ожогов, ничего не получил, но вместе с тем задохнулся от тех продуктов горения, которые выделялись уже при горении, там, подгорании пищи и дальнейшем горении, там, мебели и материалов, которые находились на кухне. Тоже бич современности, можно сказать, это некачественное зарядное устройство для гаджетов. Где-то оставил на ночь, где-то оставил, там, вообще с утра до вечера, он круглый сутки там в розетке размещен, а пользуемся редко. Ну, изнашивается это все оборудование и происходит замыкание в тех же сетях. Тоже это все горит. Но тоже случаи такие очень много их и в нашем регионе есть, и по стране это очень часто. Поэтому призываю всех граждан после того, как зарядили, и желательно не оставлять без присмотра все электрооборудование, да, которое находится в сети, отключать после зарядки и складывать аккуратно где-то на полочку. Потом опять попользовались, опять отключили, убрали. Плюс к тому же у нас сейчас очень активно используются различные электроботовые приборы, да, в большом количестве. То есть нагрузка на эту сеть, которая не была рассчитана изначально на посудомоечную машину, на стиральную машину, на там 2-3 телевизора в каждой комнате по одному, как мы любим сейчас там вставить. И ведь телевизоры, и холодильники, и микроволновые печи, вот то, что вы сказали, посудомойка, они же постоянно находятся включенными в розетку? Да, они могут быть включенными, но это напряжение на сеть, а когда мы еще включаем стиральную машинку, чайник, который там больше 2 киловатт, электрически нагреваем, чаек себе подогреваем водичку, вот, электрическая плита, которая врезана там в домах больше 10 этажей, да, предусмотрены электрические плиты, все это нагрузка на эти сети, и, соответственно, вызывает напряжение на перегрев электропроводки, что, в свою очередь, происходит оплавление, изоляция, и, соответственно, дальнейшее короткое замыкание. Ну вот, хотел бы в этой связи дополнительную профилактику рассказать про использование автономных домовых пожарных извещателей. Это вот широкое применение, в настоящий момент находят эти приборы. Новые жилые дома, многоквартирные, оборудуются изначально, то есть каждому жильцу выдаются, где выдаются, где уже установлены в каждой комнате такие извещатели. В чем его принцип работы? Работает он от батарейки крона, устанавливается здесь, значит, внутри начинка, которая обеспечивает срабатывание этого извещателя при попадании дыма. То есть задымление, то есть не огонь открытый, а именно дым. То есть первоначально, что будет образовываться и в большом количестве, это будет дым, который попадает сюда вот в камеру этого прибора. Здесь он анализирует эту среду задымления, да, и, соответственно, в случае, если это попадает дым, то он запускает оповещатель, который тоже устроен внутри, все в одном. Это должно быть в квартире? Да, в каждой комнате желательно. Ну, кроме там санузла, ванны, понятно. А как же натяжные потолки? Ну, его установка допускается в случае, если невозможно установить на стенах по нормам, да, установка на стенах. Ну, соответственно, и установка должна производиться организацией, имеющей соответствующую лицензию. Несамостоятельно можно приходить и ставить, куда попало. Монтаж систем противопожарной защиты, в том числе этих извещателей, проводится организацией, имеющей соответствующую лицензию. Они есть в нашем регионе, их много представлено на рынке. Опять же, в интернете это можно найти, эту организацию. Ну, то есть закрывать их нельзя, обязательно нужно оставлять открытый доступ, да? Да, это ваша безопасность. Он поможет обнаружить пожар и на ранней стадии его обнаружить. Соответственно, запустить систему оповещения. Уровень звука вот этого извещателя, извиня, оповещателя, который встроен здесь, такова, что его можно слышать за стеной помещения. То есть вы находитесь в одном помещении, но вы прекрасно услышите, настолько громко он издает звук, да, что вы в любом случае отреагируете на это. Андрей Михайлович, а если случится так, что это устройство сработает, человек самостоятельно, своими силами может потушить пожар? Ну, в зависимости от того, насколько развился этот пожар. То есть если это будет на начальной стадии, то, в принципе, при наличии огнетушителя в доме, хотел бы тоже остановиться на этой теме, или же при наличии одеяла или покрывала, можно... Вот расскажите, как попробовать потушить пожар самостоятельно, пока не приехали специальные службы? Можно в начальной стадии попытаться потушить, потому что, ну, опять же, позвонить пожарную охрану – это одно, да, но можно попытаться это дело предотвратить самостоятельно. Ну, так вот, огнетушители. Все мы знаем, что огнетушители устанавливаются на предприятиях, организациях. Есть требования жесткие, устанавливающие там не менее там какого-то количества расчетного на этаж здания, к примеру, да. То в жилом доме, как бы, ну, вроде требований таких жестких нету. Но я всегда говорю о том, что твоя безопасность в твоих же руках. Поэтому, да, требований нету жестких, но вместе с тем призываю также всех граждан по возможности приобретать огнетушители. Не зря они лежат и в машине, в автомобиле, да. Приобретать для своего жилища, особенно в домах жилых, там, где деревянные постройки, там, где есть опасность напрямую. Вот эти огнетушители, которые порошковые, гликислотные, пенные. Ведь можно на начальной стадии очень прекрасно потушить, локализовать и потушить возникшее возгорание. Также еще рекомендую возле своего дома поставить бочку с водой. Ну, вот эта 200-литровая емкость есть у нас, да, металлический, там, из-под масла. Пластиковых очень много сейчас канистр, там, различных, там, 100-200 литров. Поставить его возле дома, набрать воды на летний период времени, использовать его в случае, там, каких-то эксцессов, опять же, для тушения. А в зимнее время можно нормальный ящик с песком сколотить или использовать какой-то картонный, насыпать песок, который не будет обязательно, чтобы он был в сухом месте, чтобы не намокал, не замерзал, и лопату рядом поставить, в случае чего засыпать песком. То есть это такие простые меры, которые помогут любому гражданину самостоятельно ликвидировать такое вот негативное последствие возгорания какого-то, опять же, электроприбора или тоже самое газовое, вернее, сковородки на газовой плите. Андрей Михайлович, давайте поговорим о детях. Это такая особая категория, которые могут какие-нибудь мелкие шалости совершить, которые приведут к беде. Вот как проводится профилактика с ними? Могу сказать, что в Главном управлении этот вопрос вообще предотвращения гибели детей находится на особом контроле. Одна из основных задач Главного управления – это не допустить гибели детей, потому что дети – это наше всё. Мы, только мы, взрослые, можем обезопасить их, дать им возможность на светлое будущее. Этому Главным управлением постоянно, на постоянной основе проводятся различные мероприятия в школах, в детских садах, в детских загородных озавительных лагерях дни безопасности периодически проводятся. Месячники по предупреждению детской шалости с огнём. Самое основное – это не оставлять ребёнка одного в замкнутом помещении, в квартире, в доме, там, где электрооборудование, приборы, газовые плиты. Уровень сознания ребёнка ещё не так развит, чтобы понять, что этого нельзя делать. Всё равно он будет тянуться к этому, не говоря уже о нашей старой поговорке «Детям спичка не игрушка». То есть всё это надо убирать, прятать. Андрей Михайлович, спасибо, что предупредили наших телезрителей о правилах безопасности. Всё-таки профилактика – это важно. Спасибо, всего доброго. Спасибо вам, что пригласили. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok